Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, мы с вами как обычно встречаемся здесь, дабы искать ответы на вопросы, анализировать, разбираться во всем том, что происходит. Ну и если вы вдруг еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Под этим видео есть кнопочка подписаться, вы ее кликаете и становитесь одним из практически миллиона людей, которые не боятся слышать правду, которые ищут ответы, ну и которые интересуются всем тем, что происходит. Сегодня у нас в гостях на Политеке Давид Гендельман, это военный эксперт из Израиля, здравствуйте. Добрый день. Не могу не начать из того, что министр обороны Израиля заявил, что Израиль переходит к полноценному наступлению на сектор газа. Что это значит, когда ожидать этого наступления и каковы ваши личные оценки происходящего по состоянию на сейчас? Сейчас заявление министра обороны, это было, так сказать, в общем и целом. Он по понятным оперативным причинам не сказал, когда планируется, если планируется наземная фаза. Но понятно, что все силы для него уже стянуты, подготовка в основном уже завершена. То есть все дело в решении, в приказе. Сейчас пока на данном этапе до сих пор велись в основном авиационные удары, плюс действия артиллерии высокоточными ракетами. В принципе, это в рамках как ударов по центральной инфраструктуре ХАМАСа, то есть по штабам, складам вооружений, пусковым установкам и прочее, так и по приграничным укрепрайонам. То есть это уже часть является непосредственной огневой ударной подготовкой перед непосредственным наземным ходом. Так что ждем, скажем так, армия ждет приказа. Ну, также известно, что сектор газа – это огромные-огромные подземные хода, там целый город под землей находится. Я правильно понимаю, что если мы говорим о зачистке сектора газа, и если военное руководство понимает о этих подземных ходах, то это будут нанесены какие-то авиаудары и все остальное, дабы эти подземные хода также были разрушены? Ну, в том числе мощными авиационными вооружениями по подземным коммуникациям тоже будут нанесены. Но проблема именно в том, что полностью с воздуха все разрушить невозможно, иначе бы не была нужна вообще наземная операция. То есть все, что можно сделать с воздуха, оно потом равно для проведения реальной зачистки нужно будет именно зайти и зачистить. Понятно, что разветвленная сеть подземных коммуникаций представляет собой большую проблему. Но что можно сделать? В принципе, планы на это есть, подготовлены к сотрудничеству. Возможно, легко это не будет, но в плане будет. Сейчас большинство стран Европы, даже все, наверное, будет правильно сказать, да, на стороне Израиля, конечно же. И те кадры, которые мы увидели, и которые, я уверена, мы еще будем видеть, они шокируют. И это просто ужасное зверство, ужасное зрелище. Но также бытует мнение, что после вот этой вот наземной операции, после полной зачистки сектора газа, Израиль могут обвинить в применении чрезмерной силы. Есть ли такие опасения? И как думаете, действительно ли могут посыпаться такие обвинения в сторону Израиля? И тогда как на политическом уровне решать этот вопрос? Понятно, что по ходу роста числа жертв среди мирного населения сектора газа политическая поддержка постепенно будет падать. Это неизбежный процесс. Но сейчас уже стоит вопрос, что называется, не до жира быть бы живым. Как в свое время сказала Голубе Мейер, не факт, что она сказала, это реально, скорее это и приписывают. Лучше пусть нам шлет телеграммы протеста, чем телеграммы сочувствия. То есть после всего, что произошло сейчас, на все это можно смотреть. Несколько иначе, даже если будут те или иные осуждения, сейчас это все уже на фоне того, что произошло, выглядит совсем не так. Может ли Израиль воевать в долгую? Потому что вот уже пятый день, мы видим, что все продолжается. И есть ли ресурс, и есть ли силы воевать сразу на несколько фронтов? Потому что уже были обстрелы с Сирии, обстрелы с Ливана, не подконтрольные ливанскому правительству Хизбаллы. И стоит ли ожидать открытия нескольких фронтов, и какова готовность к этому? Оперативные планы Генштаба предусматривают многотеатровую войну сразу на нескольких фронтах. То есть Газа, Ливан, иранские группировки из Сирии, Ирака, Йемена. Возможно, сам Иран, хотя Иран, насколько можно постараться. Участие в войне устранится до последнего момента. То есть, в первую очередь, это Северо-Юг, Ливан и Газа. Готовство для этого проведено. Именно поэтому сейчас проведена такая массовая мобилизация резервов. Больше 300 тысяч человек на одну газу столько не нужно. Только мобилизовано, потому что силы уже переброшены и развернуты на Севере. На случай разрастания нынешних пока еще мелких инцидентов на Северной границе большую войну. По длительности расчеты идут именно на длительную войну. Если мы, например, говорим пока только про газу. Если будет отдан приказ о полном захвате и полной зачистке сектора газа, пока официально это еще не заявлено. Но если мы сейчас говорим теоретически, то согласно оперативным планам, этап захвата – это несколько недель. И потом еще несколько недель зачистки. Если одновременно начнутся действия также на Северном фронте, там, соответственно, тоже расписаны свои временные параметры. В общем и целом, пока мы еще не вышли за какие-то незапланированные длительности. На обозримое время все пока согласно планам. А что дальше будет происходить с этой территорией сектора газа и с палестинцами, которые там останутся и которые там не успеют или не захотят выехать из этой территории? Вот если мы моделируем сценарий именно вот этой вот зачистки, взятия под контроль, уничтожения лидеров Хамаса, о чем говорил Нитаньяху буквально несколько дней назад. И что дальше с этой территорией происходит? Из-за того, что хорошего варианта, в смысле, что дела дальше нет. Именно поэтому до сих пор полного захвата и зачистки не было. Ограничивались только именно ограниченными операциями в ходе всех раундах до сих пор, потому что, скажем так, не просто так Израиль ушел в 2005 году полностью еще к Тарагазу, потому что не хотел именно все это администрировать и контролировать. Но сейчас ситуация такая, как она сложилась после этого нападения Хамаса, что, возможно, уже порядок слагаемых уже изменился. И сейчас можно сначала зачистить, а потом, что думать потом. В принципе, после этого, через какое-то время, генерская армия может выйти. Вероятно, там на местности либо вернутся к власти какие-то обломки Хамаса, которые вылезут под руин, либо к власти придут другие группировки и так далее. Но пока это еще вопрос преждевременной, наземная операция еще даже не началась, не говоря уже о том, чтобы закончилась. Но в любом случае именно эта проблема, эндгейм и этот вопрос, что будет дальше, именно это до сих пор и сдерживало Израиль. Именно поэтому Израиль в Газу не возвращался, не реоккупировал и не зачищал. Но сейчас, как я уже сказал, сейчас ситуация другая. Сейчас Корею надо зачистить, а потом уже думать, что это будет. Заявил, как я уже сказала выше, Нетаньяху о том, что цель это ликвидация полностью руководства Хамаса и ликвидация Хамаса как такового и всей военной мощи этой группировки. Но если я правильно понимаю, то предводители Хамаса, они не сидят в секторе газа. Они находятся в других местах. Это речь шла о том, что будет проведена операция МОСАДом и так далее, спецслужбами, и будут эти предводители ликвидированы, даже находясь в других странах? Или речь шла именно о тех, которые там руководят этим всем процессом в секторе газа? Речь шла про всех, а там уже никого смогут достать, до кого армейскими средствами, до кого МОСАДом, до кого еще чем-нибудь другим. После ликвидации руководства Хамаса и, в принципе, мощи этой организации, может ли быть такой вариант, что с тем правительством, ну не правительством, наверное, а с руководителями палестинцев, которые там останутся или которые изъявят желание, Израиль в дальнейшем все-таки будет вести какие-то переговоры по поводу дальнейшей судьбы этой территории и дальнейшей судьбы палестинцев, ну и гуманитарных, конечно, вопросов, которые, безусловно, возникли уже и возникнут еще? Да, возникнет такая ситуация, тогда уже будут решать по обстановке, в любом случае, сейчас об этом еще говорит преждевременно, еще пока никто не сказал, что все эти организации действительно весь зачистят, посмотрим, как это будет. Все эти вопросы, регулирование и прочее, это пока еще все преждевременно. Также некоторые эксперты высказывают мнение о том, что Хамас использовали другие страны арабского мира, дабы втянуть Израиль в эту войну, потом показать все эти ужасающие кадры и лишить Израиль поддержки, допустим, Соединенных Штатов или же поддержки европейских стран, ну и, в принципе, для того, чтобы сделать такую точку дестабилизации на Ближнем Востоке. Как вы оцениваете эти высказывания и эти мнения? Скажем так, это не могли быть арабские государства, максимум это мог быть Иран. Скажем так, Хамас не является полностью иранским проксием, он является союзником Ирана, получает от него большую финансовую, военную, учебную, скажем так, помощь и другую, но не является пешкой, он принимает решение самостоятельно, Иран не может просто отдать Хамасу приказ провести такую операцию, если Хамас не хочет. Хамас, как правительство, де-факто, сектор ГАЗа решает сам, и все эти разговоры, что это для того, чтобы втянуть, не факт, в плане каких-то международных, скажем так, отношений, операция теоретически может повредить, например, процессу нормализации между Израилем и Саудовской Аравией под американской эгидой, то есть такой срыв был выгоден и Хамасу, и Ирануану, то есть в этом плане, теоретически, могла быть координация, но это опять же не значит, что им просто отдали приказы, они выполнили, потому что они прекрасно знали, что израильский ответ более или менее сильный, и равно придет, но Хамас в конце концов идет по пути джихада, и то, что нанес такой удар само по себе, это неожиданно, неожиданно только то, что он оказался гораздо более успешным, чем мог мечтать сам Хамас, это количество убитых, раненых, пленных и прочее, но Хамас в принципе сам по себе не отказывался от пути войны, в принципе, это понятно. Если говорить о роли России в этой войне, также одно из мнений, которое высказывали дипломаты вне эфиров, о том, что Путину эта война выгодна с какой точки зрения? Он лавирует между Ираном, который помогает ему в войне с Украиной, и между его дружбой с Нетаньяху, которая была подкреплена разными договорами и всем остальным, и хочет выступить таким вот переговорщиком в этой истории, дабы показать Соединенным Штатам, что на самом деле Ближний Восток, вот это его вотчина, его точка контроля, и с ним надо считаться, если не хотите эскалации на Ближнем Востоке. Как вы считаете, возможно ли такой вариант? И действительно ли может быть такое, что именно Путин будет пытаться выступать вот этим вот урегулировщиком этой ситуации? Пока в этой роли выступил Эрдоген, от Путина пока такого не было, но не факт, что Путин конкретно захочет выступать здесь посредником, тут, как же можно сказать, даже без того, чтобы Россия все это устроила, инспирировала, сама такая вспышка, тем более, если она перерастет в Большую Войну на Ближнем Востоке, может быть выгодно России как таковой, то есть планета влечения внимания, возможных ресурсов Соединенных Штатов на другую войну, ущерб поддержке Украине, например, то есть для России это было бы выгодно. В плане позиции какого-то посредника, вряд ли Путин, даже если будут какие-то заявления политические, не находятся в такой позиции, например, Эрдоган уже с чем-то похожим, можно сказать. Какова тогда перспектива того, что Эрдоган действительно станет посредником в этой ситуации и какова выгода Эрдогана? Мы же понимаем, что, наверное, тут есть еще какая-то сторона, которая завязана на экономических вопросах. Для Израиля понадобится посредничество Эрдогана. Посмотрим, как это потом будет развиваться. На ближайший период не видно никакой надобности в этом. Эрдоган в первую очередь это заявил для того, чтобы просто набрать политические очки, не потому что он реально рассчитывает, что его выберут на роль посредника. Посмотрим, как это будет развиваться. Пока это все набор политических очков, пока Эрдоган не нужен. Если говорить о причинах, почему Израиль оказался не готов, вы знаете, что этот вопрос звучал не единожды в информационном пространстве. И вот Нью-Йорк Таймс опубликовала причины, четыре причины, по которым оказалась неподготовленная израильская армия к этому нападению. Опять же таки, они ссылаются на свои источники и говорят, что это лишь предположительные причины, но они следующие. Это неспособность израильских спецслужб мониторить линии связи членов Хамас, это чрезмерная ставка на электронику, которая не сработала, как мы это видели, это оперативная ошибка военного командования и готовность принять за чистую монету перехваченные разговоры, где якобы лидеры Хамаса говорили о том, что не собираются нападать на Израиль и этому поверили. А оперативная ошибка военного командования там называется то, что разместили слишком близко и перекинули одну военную базу, которую вследствие Хамас и захватил. Согласны ли вы с такими названными причинами? И может у вас есть еще свои версии, почему это стало возможным? Перечисляться конкретно технические моменты, это на самом деле не так важно. В первую очередь это провал разведки, которая не вскрыла непосредственную подготовку к операции как таковой. И во-вторых, ошиблась в оценке намерений Хамаса. Считалось, что Хамас на данном этапе после очередного раунда игры мускулами получил те экономические преференции, которых он хотел. Сейчас он больше ничего не надо, высказываться он не заинтересован, поэтому оценка разведки была, что сейчас он на войну не пойдет. Как это конкретно проводилось, дезинформации и прочим, это технические моменты. Возможно, это интерес на широкой публике, но на самом деле, как ни странно, это не важно. Важен вывод. Разведка ошиблась, не смогла встроить подготовку, ошиблась оценка намерений. Дальше уже пошло по цепочке из-за того, что разведка не сообщила, не была повышена боеготовность, соответственно, было меньше сил, чем нужно. И потом даже те силы, которые были, они не смогли быстро и адекватно отреагировать после внезапного первого удара посредством наблюдения. Вскоре, после чего сразу же был прорван пограничный забор, и сразу же для этого был захвачен непосредственно штаб дивизии. То есть была обезглавлена, скажем так, цепочка боевого управления. Поэтому даже те силы, которые были, действовали разрозненно и беспорядочно. То есть каждый воевал просто тем, кого видел или бежал на выстрел и прочее, потому что было потеряно боевое управление. И, разумеется, как там сказано, излишнее сильное полагание на высокотехнологичное средство защиты, вместо того, чтобы просто увеличить количество сил. Но в любом случае, все прежде всего упирается в провал разведки, потому что если бы разведка сообщила, то перебросили бы дополнительные силы, и была бы выше боеготовность. И в любом случае, такого большого успеха у Хамаса бы не было точно, если бы разведка сообщила. История с заложниками очень сложная. В этот раз, если я правильно понимаю, если я правильно собрала информацию, очень много заложников, которые были взяты. Это граждане европейских стран. Очень много людей, которые просто пропали, их родственники сейчас пытаются выяснить, где они есть, где они находятся, и там по телефонам отслеживают. И последние сигналы с их телефонов, это как раз-таки граница с сектором газа. То есть предположительно их просто воровали и увозили туда в сектор газа. И плюс к этому это как раз-таки это наземная операция. Правильно ли я понимаю, что если не удастся до начала этой наземной операции освободить максимальное количество заложников, то тех людей, которые там останутся, можно уже вписывать в списки людей, которые погибли вот в ходе этой войны? Необязательно. В зависимости от обстановки, ФМС как раз может быть заинтересован в том, чтобы их сохранить как последнюю карту в обмен на что-нибудь, например, чтобы отпустили каких-нибудь руководителей. Но там в чисто физическом смысле, чем дальше развивается операция, сейчас на авиационном этапе и потом на наземном чисто физически заложники будут подвергаться все больше и больше опасности. Разумеется, это фактор, который очень сильно осложняет вообще введение операции против газа. Но сейчас ситуация уже такая, что, как ни странно, даже такой болезненный традиционно для Израиля вопрос, как заложники, как ни странно, все-таки отходит уже на второй план. Но я помню историю, когда Израиль по пять лет освобождал заложников и менял там одного на 99 и так далее и тому подобное. Можем ли мы говорить о том, что эта ситуация станет беспрецедентной, вот то, о чем вы заявили раньше, и правильно ли у меня есть информация о том, что солдаты Цехала, когда идут на войну, то они пишут некоторые записки о том, чтобы их не меняли и в случае, если они попадут в плен, чтобы о них забыли? Можно что угодно. Политическое руководство руководствуется не этим, как ни странно, а лучше общественным мнением, мнением семьи и прочее. нет такого порядка, что то, что он написал, это не завещание, скажем так. То есть они обязаны это исполнять. За того же дела дали больше тысячи террористов. Потом после этого была создана соответствующая комиссия, которая рекомендовала если раз такого не делать, потому что это только предлагает террористов на дальнейшее похищение заложников. сейчас в принципе в идеале разумеется хотелось бы вести переговоры с заложником, как будто нет войны, вести войну, как будто нет заложникам, но это невозможно. Поэтому, как я уже сказал, разумеется, целью Хамаса во всем этом захвате заложника было именно их обменять на арестинских заключенных в израильских тюрьмах. Сейчас там около пяти тысяч заключенных, количество израильских пленных теоретически по прошлому обменному курсу это бы можно было сделать. Сейчас ситуация не такая, как с Геладом Шалитом. Тогда это был мелкий инцидент и после этого в принципе в основном все было как обычно, просто параллельно велись переговоры о судьбе Гелада Шалита, которые в конце концов привели к обмену. Сейчас идет большая война, поэтому ситуация совершенно другая. Мы посмотрим, сейчас вообще официально обе стороны заявляют, что переговоры о заложниках не ведутся. Это на 100% верно, потому что как минимум какой-то обмен информации через треть руки должен быть, даже если это не переговоры как таковые. Но посмотрим, как это будет развиваться. В любом случае сама военная операция сейчас заслоняет даже вопрос золотой. Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки уже переброшен. Пока что, я так понимаю, это такой психологический фактор сдерживания, он пока не введен в силу, но если уже сделано вот это дело, действительно ли Америка готова будет применить в действии это повешенное ружье фактически, и в каком тогда случае, что станет, что может стать этой точкой кипения? Бронска авианосно-ударной группы это то, что в 19-м веньке называлась дипломатия канонерок. Демонстрация того, что Соединенные Штаты не просто на словах, а на деле поддерживают Израиль. Соединенные Штаты как великая держава подпирают свои слова авианосными ударными группами. Президент Байден в своей речи вчера сказал прямыми словами, мы предупреждаем любую страну и любую организацию, которая думает использовать это положение в свою пользу, не делайте этого. То есть, это явный сигнал Ирану Хизболей другим, чтобы они не вмешивались в войну. Вопрос, вмешается ли напрямую боевые действия Соединенные Штаты, скажем так, наиболее вероятно это в случае если в войну вступит Иран, менее вероятно Хизболла, потому как она все-таки не настолько мощный игрок. Но с другой стороны президент Байден не просто, так сказал, все страны и все организации. Имелось именно Хизболла, которая не является государством. Но пока это угроза, но в любом случае против Хизболлы применение менее вероятно, чем против Ирана. Но посмотрим, как это будет развиваться сейчас уже. Ничего, разумеется, предсказать нельзя. Даже сам такой жест посылки американских авианосцев из очередной вспышки в круге Израиля. Шаг, скажем так, относительно беспрецедентный в последние десятилетия. А есть ли основания говорить о том, что Иран может вступить в эту войну и вступить в эту войну с открытым забралом по факту? Обычно тактика и стратегия Ирана в последние десятилетия это как раз не воевать с кем-то открыто, потому что Иран хорошо помнит опыт Иран-Иракской войны, что это значит. И давняя традиция Ирана это действовать через своих проксий, как через Изболу в Ливане, так и через исламские джихады, частично Хамас в Газии, проиранские милиции в Сирии, Ираке, Яменские Хуситы и так далее. Насколько можно, если Иран вдруг не изменит свою предыдущую стратегию, насколько можно Иран скорее всего постарается и дальше воздерживаться от открытого вмешательства войны, более вероятно приступлении войны Ирана, если, например, первый удар будет со стороны Израиля, например, по иранским ядерным объектам, тогда уже Иран будет считать свои руки развязанными, первый удар был нанесен, по нему тепло уже может. До сих пор постоянная традиционная стратегия Ирана была самому открыта войну не отступай, то есть не нести все минусы войны, но стараться получать все плюсы путем задействования всевозможных проксий, которые, в принципе, Иран для этого и сделал. Если бы он хотел воевать самостоятельно, не нужны были все эти многочисленные проксии по всему Ближнему Востоку. Он их для того и делал, чтобы не воевать самому. Но Хизбалла получается уже можно считать, что вступила в эту войну, если мы говорим об обстреле, который произошел и на который также был ответ Израиля. Это еще не вступление в войну, это мелкие инциденты. Скажем так, если Хизбалла по-настоящему вступит в войну, это будет очень ярко видно, потому что военный потенциал Хизбаллы на порядок превышает военный потенциал Хамаса, в частности в области ракетных обстрелов. Поэтому это будет очень хорошо видно, когда Хизбалла реально вступила в войну. Сейчас пока это мелкие действия в основном для проявления солидарности с арестинцами в Газе, но проблема какой-то тенденции в том, что даже без того, какая-то или иная сторона заранее приняла намеренное решение начать большую войну, может произойти так называемая дискалькуляция. То есть эти мелкие инциденты, они что-то сделали, мы ответили, они ответили со своей стороны, так слово за слово можно выкатиться к большой войне, даже при том, что никто ее заранее не хотел. Нечто похожее было в 2006 году, в принципе, зашел относительно мелкий пент на границе с убийством и похищением нескольких израильских солдат. Израиль ответил, и в результате это вылилось в большую Ливанскую войну, которая длилось больше месяца, при том, что большую войну исходная Физбалай не планировала. Поэтому и сейчас может произойти такая мискалькуляция, такое скатывание к большой войне, и именно поэтому Зраильская армия уже мобилизовала все силы нужные для большой войны на Северном фронте, они уже переброшены на Север, уже развернуты и сосредоточены, именно потому, что даже если нет такой индикации, что Физбалай это уже хочет, это все равно может произойти. Если моделировать худшие сценарии, вот эту вот большую войну, тогда, скажем так, на каких территориях она будет разворачиваться и насколько длительной она может быть? Там, на метеатре войны, согласно сценариям Генштаба, рассматривая боевые действия в Газии, в Ливане, возможно, в Севере, в зависимости от того, что будет происходить оттуда. Также противодействие ракетным обстрелам из Западного Ирака и обстрелам ракет и ВПЛА, возможно, из Йемена. У Ирана, как я уже сказал, те же ракетные обстрелы менее вероятны, если только Иран вдруг не изменит свою общую стратегию и не решит решаться войну. Также постоянная опасность новой антифады иудеи и Самарии и опасность повторений арабских беспорядков в самом Израиле против того, что было в 2021 году во время операции Страшки. То есть практически на всех театрах на севере и на юге. длительности там, разумеется, сказать сложнее в любом случае быстро это не будет. Несколько недель это самый минимум, вероятнее несколько месяцев, но там если начнется действительно большая война, там уже сложно предсказать в первую очередь, потому что нельзя сказать, кто еще вмешается, тем более сейчас, если уже в игру как минимум на уровне декларации вступает Соединенные Штаты, то это разумеется может изменить все уравнение весь расклад сил, но мы в самом начале еще большая война не началась поэтому говорить о том сколько она продлится тоже еще прежде времени. Какова роль Китая во всей этой истории, которая сейчас просто, я так понимаю, наблюдает за ситуацией, но выгоды свои не забывает? Особой роли Китая нет, все в мире касается Китая. Понятно, что опосредованно как великая держава тоже может иметь интересы, например, планируемый транспортный коридор из Русидского залива Израиля через Саудовскую Аравию и так далее в принципе может быть конкурентом китайского нового большого шелкового пути и так далее, но это все умозрительное построение напрямую Китай во всем этом не участвует. Спасибо вам большое за разговор, за то, что нашли время. Берегите пожалуйста себя. Давид Гендельман военный эксперт был сегодня с нами на Политеке из Израиля. Друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что смотрите, комментируете. Если у вас остались вопросы, напишите их пожалуйста в комментариях. Мы с вами увидимся в наших следующих выпусках. Вы тоже пожалуйста берегите себя и до скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...